Продолжается, так сказать, петербургская серия, третий отрасль у нас из Санкт-Петербурга. И вот тема доклада «Сумма независимых санклассных процессов и их сходимость к альпоустойчивым и дробным процессам Айнштейна и Ренберга». Да, пожалуйста. Во-первых, большое спасибо за свою аудиторию и реализатору, что предоставили, на такую честь и совпутали. Во-вторых, я выступал в симметричной аудитории лет пять назад на 16-24. Ну и в каком-то смысле это будет подложение и дальнейшее развитие того, что я говорил в той аудитории. Потом я, конечно, напомню все остальные вещи. В-третьих, конечно, сожалею, что электричества нет, потому что я отманировал самые такие, скажем, длинные формы и остальные вещи на презентации показывать. Ну и что же делать, придется помедленнее, ну и где-то здесь стоять вообще. Будем выкручиваться, я бы выкручиваться, на крайней мере, надеясь все-таки, что, ну, суть происходящего в интервенту для слушателей. Вот вообще эта тематика, ну, она продлевалась у меня буквально где-то во второй гамалии восемьдесятых, когда я работал в Питерской Фестехе, в отделе автоматизации, автоматизировал так называемые АЖ-спектры, которыми занимался Альфелор. Работал, вот, и, в общем-то, идея заключалась в том, что эксперимент очень быстрый, как избавляться от шума лучше. В общем, это я в тот раз рассказывал, сейчас просто я перейду на формальный язык, но что-то буду дальше, значит, у меня снять. Вот к чему все это привело на текущий момент. Давайте я начну с того, чтобы рассматривать какие-то непосредственные, то есть все начинающиеся с меня, удобнее будет. Ну, вообще говоря, конечно, случайные величины, я пока не уточняю, что это за случайные величины. Вот, и дальше у меня будет всегда независимый, массовский процесс, однородный, с интенсивностью, у меня больше, чем у меня. У меня больше, чем у закона. Те больше, чем у меня равно не будет, чем у меня время. Те больше, чем у меня равно не будет. Вот. Значит, я буду субординировать, подчинять последовательную инфраструктуру кси, который вот это магически дискретное время, физическому виболевому регене полосомовского процесса. Те есть я ввожу вот такой вот процесс, кси я его называю, кси от Э, кси он зависит от Пи, да? Ну, а теперь что? Будем рассматривать некоторые случаи вот этой вот последовательности. Ну, нулевой пункт, самый простой случай, это последовательность просто считающая, да? Ну, не случайно, нулевой пункт, нулевой пункт и так далее, мы в качестве процесса Пси будем иметь сам полосомовский процесс. Да, почему название Пси такое? Процесс случайного индекса сокращения. То есть здесь, как бы, индекс, последовательность Пси меняется случайного индекса. Вот. Второй случай, это когда Кси, ну, Л, то есть сумма, накопленная сумма, ипси онк, то как он называется, нулевой пункт, то есть это накопленная сумма, а ипси онк, это не зависит от того, что, не случайного увеличения. То есть это вот тоже очень хорошо, и нарезанность, по особенности процесс, вот. И в первых двух случаях, когда считающие, так сказать, последовательности накопленных сумм, наш процесс случайного индекса будет иметь независимое превращение, но и достаточно хорошо изучено все, и он на этом останавливаться не будет. Другое дело, если Кси состоит из независимых, одинаково распределенных случайных величин. Такие процессы, они не новые, и они, значит, рассматриваются еще в феле, в 10-ом тонне, там они, ой, извините, вот в таком цене 50-я глава, говорился, не торопиться, вот, там они, значит, названы псевдоколософскими процессами, вот, ну и там не только такие рассматриваются, мы еще и... Если они независимо одинаково распределенные, то такое, что вы туда потом не подставили, ну и будет вот это распределение, которое было. Которое было. Ну и что? Я просто хочу сказать, что в этом случае процесс Кси не будет иметь независимых превращений уже. Это легко видно. Ну и... в феле еще рассматриваются всякие разные случаи, когда они независимо одинаково распределенные Кси, альпо-устойчивые и так далее, а вот где-то Маковские. но, значит, не, как бы, затронут случай вот суммирования вот этих вот процессов Кси. Ну я чуть забегаю вперед, давайте еще несколько сказать слов о том, что можно здесь получить вот из этой вот последовательности Кси, подбирая то или другое. на первых, можно, если мы возьмем сами Кси, так сказать, Кси, Кси и Кси и и и и с таким с таким и с таким с вероятностью 1,2, то мы получаем в итоге в качестве процесса Пси так называемый телеграфный процесс, то есть 1,1, стекли Пи, лампа, Т у нас будет Пси на Т процесс. Вот. Ну давайте здесь лямпа будет немножко другая то есть лямпа с волной обозначили лямпа с волной будет лямкой исходом у вас русского процесса попоман беленная вот то есть тоже такой достаточно изучаемый любопытный объект здесь получается в частном случае да, если бы еще поставить в процессе начали независимо начали пусть минус 1,2 принимают вот то есть это немножко другой процесс Пси ЧМЛ конечно имеется в виду разницу распределения вот теперь что еще можно здесь сказать не такого и хорошего и плохого а в этой исходной последовательной не сготовлении писанок в процессе который мы построили значит если у нас сами Пси состоят из нормальных случайных величей независимых одинаково распределенных то тогда у нас вот этот процесс Пси он будет иметь так сказать одномерное сечение распределения всегда нормальное но совокупности нормальной конечно не будет просто вот такой век возникнет что в конечномерном распределении не будут все нормальными в процессе все нормальные вот но если у нас Пси состоит вот этих осветов сезон или даже стационарных случайных не величин то Пси процессов процессов прерывного времени тоже будет стационарным достаточно в общем построить вечеринку так что не будет зависеть вот здесь стационарность а здесь эксплуатируется что в особенности процессы независимые стационарные и однородные вращения вот теперь ключевой здесь пункт вообще который позволяет очень много чего дальше говорит строить модели заключается в том как если да у Кси не на дисперсии то как получается то как вариация цитрированной и нормированной случайной величины дисперсии математическое ожидание н значит это вариация это такой факт мы еще не имеем факт 80 и 20 человек вот Пси давайте акцент пишем Пси как Е в степени мили с глянда могут быть сейчас Пси как Пси у нас независимо от ли нас встречаем увеличение это автоматическое обязание много дисперсия ну дисперсия и вот значит это на самом деле довольно простое следствие такого представления что Пси акцент в распределении можно представить в следующем виде как сумму бесконечную G равняется для до бесконечности С ЖТ и умножаем индикаторную функцию того что П АВТ П ЛАНГАВТ равно С вот теперь давайте проходит ЖИТ 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 простите лучше не будет торопиться боюсь спасибо за подсказку значит вот это одно из таких представлений эквивалентных вот этого суборгинатора и здесь значит ну что пса они уникаторную форму имеют ну и дальше здесь достаточно такие они не такие короткие не такие длинные но в общем понятные эксплуатация всех свойств хороших способностного процесса независимости ну в общем-то забегая вперед могу сказать что эта формула дает ответы необходимые если у нас КСИ не ну стационарная как последовательность она стационарная и что и все равно как то же самое вообще ну представление будет нет нет то же самое вот сейчас значит немножко подпустили но это конечно надо сказать собственно говоря какая модельная что ли составляющая процессов где и как и зачем они могут полюбиться но какое устройство значит вот у нас есть полосоновский процесс тут в рейдер т есть моменты скачков полосоновского процесса как точно представляет т 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 Независимо от одинаково распределенной случайной причины, имеющей указательное распределение с параметром лямба. И, значит, у нас, как бы, да, вот этим интервалным и последними скачками в точке улассовского процесса я буду называть спейсингами. Вот. И у нас, как бы, каждый спейсинг или каждая точка спейсинга, она взвешивается, ну или на ней висит случайная личина кси. Здесь кси нумеруем, потом она переходит куда-то, здесь кси первая случайная личина и так далее. Значит, можно спросить, зачем правильности, которые подвешивают на д-написные, кси-т, 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 кси-т. Зачем я не переписал, в принципе, что-то рекомендациями, числятых распределения достаточно. Ну, строго, наверное, да. На все, на одной районной пространстве, если независимо строиться, все это, конечно, будет все строго, наверное. Так, ладно. Значит, вот если известная, да, что сложный классовский процесс, это модель, так сказать, ну, требования к страховым компаниям, сумма требований, то этот процесс может следить за, так сказать, последним требованием, которое пришло. Теперь, почему, вот, например, я еще тут хочу прояснить некоторый момент, почему, значит, если мы будем рассматривать процесс, да, где случайные увеличения кси, это такие бинарные, плюс минус один с вероятностью одной, второй, почему там, ну, телеграфный, конечно, он будет менять знак, плюс один из единиц, но в каждой точке, где он может сменить знак, еще будет бросаться монетка, а будет там меняться знак или нет, поэтому интенсивно, интенсивность, так сказать, смены будет в два раза меньше, вот. Ну, и дальше, значит, здесь вот какая одна из основных моделей, так сказать, статистически, которую, ну, вот я рассматривал и так далее. Значит, вот забегаем чуть-чуть вперед, но уже должно быть понятность. Вот, коль скоро такая-то вариация у этих процессов пси. А давайте мы возьмем, как бы, независимые копии вот этих вот процессов пси. Ну, и давайте мы возьмем, так сказать, какие-то сечения, конечно, мерные, и у нас будет сумма векторов независимых, ну, там, если сечение демерных, демерных векторов независимых, вот, заданной ковариации. Ну, и работает центральная предельная теорема для векторов, и сразу мы видим, что, ну, сразу мы видим исходимость конечномерных распределений процессов Штейна и Литвега. Это раз. Теперь два. Значит, вот одна из, так сказать, классических работ финансовой тематики, это работа Олдриха Власичика, если я не ошибаюсь, где там ключевой процесс, который описывает поведение с подставки, это самая ближайшая, вот, вставка по бумаге, самая ближайшая к погашению, виблигации. Вот. И ключевой там процесс, это процесс Орштейна и Литвега. И работа, там, все это, выводится, это ключевой процесс, исходя из, ну, основных, как бы, модельных свойств процесса Орштейна и Литвега, которые его характеризуют причем, это специонарность, гауссовность, марковность. Вот, но, мне кажется, что вот такая картина, она дает такую интерпретацию, как он может возникнуть в такой процессе. Вот рассмотрим инвестора, который как-то котирует, ну вот, это, в данном случае, деньги. И вот эти моменты скачков хуассоновского процесса, он как-то заново переигрывает свою копировку. И если таких инвесторов будет много, и они независимы все будут, ну и тут надо, конечно, еще хуассоновские процессы и положить независимость, то, так сказать, ну, предел суммы таких влияния, таких копировок инвесторов, он будет давать процесс Орштейна и Литвега, и, соответственно, это будет, так сказать, цена спроса к обложению денег. Ну, я дальше не буду вдаваться в такие финансовые вещи. В конце будет время, еще скажу по числению результаты. Вот, значит, давайте мы сейчас испормируем ее, которое предъявлено формарами такого вида, как вы сказали. Почему? 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 А он по ходу задаваться вопросом. Ну, конечно, конечно. Вот, было объяснено, что процесс Орштейна и Литвега может улучшиться достаточную средней независимую деятельность. А чем это лучше, чем решать, скажем, стахастическое дифференциальное уравнение и они будут с ними улучшиться? В чем преимущество? Я, на самом деле, об этом собирался сказать. Это не преимущество и не недостаток. Во-первых, здесь получается совсем другое представление. Вот. То есть получается совсем другое представление, которое, ну, тоже не буду забегать вперед, я буду говорить. Единственное, я сразу могу сказать, что в Гауссовом случае ничем. Но здесь нужно идти дальше. Совсем по-другому, чем стахастический дифференциальный. И там явно лучше получается ничего. Ну, давайте вот сформулируем следующее. Все дифференциальные и у нас вот теперь натуральный индекс, это независимые одинаковые распределенные все процессы. То есть λ и одинаковые, все π независимые, вот, и все ξ независимые. Ну, и рассмотрим сумму, давайте, у, n. Это значит, один движённое на корень из n. Сумма СТОТ не равняется от 1 до n. Ну, это процесс будет на Т. Вот, результат такой, что верна здесь сходимость, это уже как бы доказанный и прописанный результат. А, будет верна сходимость, пространство скорохода D, причём вот оно и бесконечность. Вот, процессу Айнштейна и Ленбека. Вот, D, ну, при встрече с бесконечности. Вот. Теперь, что ещё? Это я как раз рассказывал про поле Винера, Айнштейна и Ленбека. Если мы сюда добавим некоторую ещё переменную, временную, второе, как бы, время, которое я называю внутренним временем D, Винерсу Айнштейна и Ленбека. Ну, если у нас С уже в конечном интервале, ну и Т, ну и Ленбека, не важно. Вот. Вот тогда будет сходимость, ну, тут уже я пока в конечномерах только распределениях. Айнштейна и Ленбека. Сходим опять в конечномерах распределения такого поля, которое я называю ВОУ, Винера, Айнштейн и Ленбека. Айнштейн и Ленбека. Ну, это что такое? Это гауссовское поле, центрированное, у которого, значит, по времени С ковариация ведёт... Впрочем, это грицепензивное произведение вирусского процесса Ленбека и процесса Айнштейна и Ленбека. Вот. Ну, здесь, значит, что... Какие есть, так сказать, обобщения вот этого объекта, которое я хочу вот ключевое, в тот раз я совсем этого не касался. Значит, если у нас КСИ... Ну, я сейчас буду говорить для простоты восприятия, что КСИ у нас в последовательной считательной считательной зависимости от определенной случайной величины Сальфа-С закона, то есть симметриком альфа-стейнума сокращения, одномерной. Ну, КСИ, они одномерные, СИ одномерные. Вот, состоит из независимых случайных причин. И у нас КСИ, соответственно, должны быть... иметь характеристическую функцию следующего... Вот, значит... Вот, напишу характеристическую функцию... Е в степени... Минус... Модуль... Характеристическая функция... Минус... ZA. Здесь нам нужно... переменной... M. Минус... µм, л. 0, 0, of... Вещественное, естественно... Вот, в степени А. А, я такightyens. Альфа я предполагаю... С, телос, где-то пока значение. Вот. И вармирующий здесь множитель, я помогаю не единицей, я буду писать, не единицей, а это x7 Вот, то тогда будет верна сходимость вот здесь вот, я вас позволю исправить здесь чуть-чуть И здесь будем уже говорить про сходимость конечномерных нас пределений пока Будет у нас сходимость, вот тут альфа я напишу, здесь альфа я напишу, все они будут у меня здесь, n ставлю, а здесь, естественно, надо написать статей на корень без альфа Теперь что это за е, вот этот вот, у альфа, 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 альфа Что это за е и альфа, альфа, альфа? Это... Когда был корень взятов, к каким величинам относились? У нас был процесс распределенности Я здесь суммирую вот эти вот псевдополософские процессы или субординаторы независимые У которых, пардон за сленг, ксишки состоят из независимых одинаково распределенных случайных величин альфа устойчивых, симметрично альфа устойчивых, с такой характеристической функцией Более того, есть результат, уже строго доказанный, когда... Мы тоже сходим из конечномерного распределения, когда ксишки не сами состоят из вот этих ростов Плюс мы не сами передлежат, мы не сами имеем вот такой закон распределения строго ростовича, а притягиваются из области протяжения ножа Там вот такой же результат будет Так вот, я, в общем, что хочу показать И подчеркнуть Значит, во-первых, характеристическая функция Вот в данном случае характеристическая функция процесса Если потом будет стационарный, будет зависеть от... Вот здесь вот процесс Пси будет стационарный У него сечение будут так устойчивые случайные величины Вот, и, естественно, характеристическая функция совместного парного распределения будет зависеть от одного параметра Так сказать, расстояние по времени Ну пусть это расстояние по времени И тогда характеристическая функция Какое я напишу Одну Имеет вид Вот такой Значит, обойтягивать характеристическую функцию Включаем Один Приписать индекс, и значит µ и µ и на дополнительный вес 2 степени, минус и андайдес. Вот будет такая характеристическая функция одного процесса ксиитра. Я имею сечение вот этой точки какой-то t в точке t3s. Характеристическая функция вектора. Для аркестующего случая это недостаточно, сразу не говорю, но вопрос уже решен как-то дальше перейти. Ну, чтобы задавать вот такой вот объект, недостаточно одной характеристической функции спарного распределения. Если гауссерский случай, там достаточно, а здесь тоже все это уже замечено и подсчитано. Так вот у α-t соответствующие точками сечения фарного распределения при геоли в альпо-устойчивом случае будет иметь следующий вид. Сейчас, значит, его... Маленький... Извините. Чуть-чуть... Техническая... Так... Нет, я просто... Так, как он здесь... А, ну что... Вот. Лицепсидейсер-главный вид. Минус... Минус... Малгоритм... Соответствующий... Пси... Отменили. Минус будет иметь такой вид. Ничего? Нет... Надо взять... nu ст. афа. Так... плюс... mu в ст. афа. Дальше мы должны положить вот такой вес Один, вернее, извините Один, вернее, сверх степени А-а-а Мы не ставим до С Плюс Плюс Соответственно То, что здесь было суть Здесь что? Довольно любопытно На мой взгляд На мой взгляд Следующее Что Во-первых, конечномерное распределение Здесь получается Вот каким образом Здесь пока еще Никакой марковости не доказано Никакой марковости нет Но уже можно так сказать Некоторую конструкцию построить На чем здесь основывается Вывод на эту форму Все основывается На Монотонных перестановках Вот этих Плоссоновских процессов По скачкам И на Законах больших чисел Плоссоновских индикаторов То есть у нас Как бы Зависимость Начинается Тогда Когда Происходит Изменение Смен На одной случайной Лечни Ксишкину На другой случайной Лечни Вот Проченье А будет сказано Как китайцы Этого Не Они Приглашали Денег дали Только на половину Я не подъехал Душарабина Шанхай Вот Честно А это процесс Не Марклес Это процесс Марклес Да Но Я Не хотел Эмоции Здесь Не могу Казалось Что-то очень просто доказаться Что Марклес Полтора года доказали Вот доказал Очень Хитрый Элемент Возьми Не буду говорить Труд Не хочу говорить Хромких слов Но сейчас Об этом Будет речь И как здесь Что устроено Значит Во-первых Как Переход от парных Распределений Происходит Конечномерно Что происходит Значит Ну давайте посмотрим Вот это вот У нас Время Как бы Т Полосновское Время Я его внешним называю А это время С Время По которому Накапливаются Вот эти вот Полосновские процессы Мы Под скачком Можем переставить И вот здесь У нас Из-за Монотольной перестройки Из-за закона Больших чисел А он Очень хорошо До полосновских Индикаторов Работает Быстро Он Так сказать Опережает Скорость сходимости Во всех Теоремах Которые Быстро У нас Получается Как бы Проекция Вот Здесь Ксишки Суну Вот Сюда Проекция Здесь Возникает Независимая Корп Дальше Происходит Независимое Вот Вот Это К Следующему Переходу Момента Время Это Оно Девастик Девастик Минус Мн ДС1 И Динамп ДС1 Это Т1 Здесь Т1, здесь Т2. Дальше мы пропорционально вот так и так. И вот здесь мы проецируем, и здесь проекцию строим. То есть в итоге отсюда вот такая дона получилась, отсюда получилась вот такая дона. И здесь одинаковые пропорции. И что можно сказать? И дальше мы так идем. У нас получается последовательность вложенных разбиений отрезка 0,1. Если рассматривать отрезок 0,1 как некоторое вероятность на это пространство, то такая последовательность соответствует просто последовательности. Ну, вернули случайных величин, как сказано, ППУ, которая зависит вот от этого. И с помощью вот этого последовательности она восстанавливает любые конечномерные вот здесь вот распределения внутри этого процесса. А это вот они что-то крюмы такие? Это что? Значит, вот здесь, здесь СИ нулевое впитает субмирница и наоборот СИ нулевое все. Здесь, может быть, остались отсюда, вот они сюда. Кривая, что кривая? Да, да, да. Кривая означает, как идет проекция во времени. То есть мы все время возьмем такое, не чувствуем... Что это за них кривой после полета? Вот. А экспонент? Это экспонент. Вот. Теперь, значит, дальше что? Вот. И это дает такую возможность. А в пределе там предмет, потому что стационарно. Да, да, да. Все стационарно. Значит... Ну... Видимо катастрофически не хватает, ладно. Что я сразу могу сказать? И вот отвечая на вопрос Александра Вальдимовича. Значит, чем это лучше? В гауссовском случае это совпадает с обычной схемой авторикой силы. Вне гауссовского случае, для такого и такого. Ну вообще, забегая вперед, можно сказать, что тут для безгранично делимых можно построить подобную штуку, такую конструкцию и так далее. Вот. Это... Подробный объект разрабатывал Барбов Нильсон, ну и, так сказать, сотоварищи. Перец и так далее. Вот. Там они через антрегрессионную схему строили. Это... Я, не знаю, я впервые прочитал это в книжке так у Самородинского, где написано, что вот схема авторегрессионная или там сглаживающаяся экспонициальным ядром, которое дает обычный процесс Штейн и Уренбека, она в гауссовском случае одинаково работает, если ядро с левого направо тащить и справа налево. То есть это симметричное или нет симметричное, ну не в гауссовском случае, там этот процесс тоже написано через авторегрессию. В гауссовском случае там уже возникает различное. Это не симметричная, соответственно, будет конструкция. И даже парная характеристическая функция, ну так сказать двумерного распределения, она уже будет и симметрична. А здесь она симметрична. Раз. Вот. И это уже хорошо. Теперь, какое еще меня в свое время очень заботило, я боль потерял, никак не мог найти. Потом она, в общем-то, получилась и должна найти. Суть отличается в следующем. Чем отличается вот эта схема от стандартной авторегрессии? Распределение в гауссовском случае такая, одинаковая. Здесь уже, конечно, будут разные распределения. Чем она отличается? Она отличается тем, что в гауссовском случае у нас что имеется, я сейчас очень сокращенно запишу, начальное значение процесса, которая умножается на лекциях или линейных сериалов Т, и что-то независимое. Ну, там психотический интеграл, попробуем сквозь движение и так далее, что-то независимое от этого. Вот это вот, мы возьмем дисперсию вот этого. Дисперсия этого, то есть вклад в дальнейшее развитие процесса, начального значения, в смысле дисперсии, будет там, если здесь единица, да, у Владимира, у Викторовича, есть теперь минус 2 линейных. Здесь будет вклад начального значения. Он подходит. То есть какой еще выбор, так сказать? Какой такой сейчас? А? Какой такой? И без двойки здесь. А, без двойки. Без двойки. Ну, можно. Просто очевидно видно. Вот. То есть какой вывод? Мне тогда бросился в глаза, что там страхи обсчитываются, то есть все пятое и десятое по авторегрессионным схемам. И на самом деле легко достаточно заметить и показать, что если у нас имеется стационарный гауссовский вектор, то есть вклад дисперсия, вклад начального значения от этого с двойкой до этого же с двойки лежит. Вот это какая-то крайняя точка. Вот это авторегрессионная схема. Ну, здесь мы как бы преуменьшаем риски прошлого, когда начинаем считать риски будущего, да, или настоящего. То есть вот этот риск, дисперсия, мы преуменьшаем. Ну, ладно. Значит, теперь дальше рассказываю, так сказать, что заботило определенное время. Заботило определенное время следующее. Ну, вот придем, посмотрите, конечно, наверное, посмотрите. А существует ли такой объект, как объект? Вот. И это, в общем, как бы одновременно я понял, как он существует. Потом, вышелившись мне, подсказал, как он существует. Я еще статью нашел. Пятого года. Это двойка. Водка. Вот так. И там это предельный объект будет просто постулировано. И я сейчас просто картинку нарисую, только как он, так сказать, работает этот предельный объект. Вот. Как это он истроен. Значит, берется белый шум, так сказать. С, два, два, три, четыре. Что это такое? Вопрос есть. Ну, это мема такая, с независимыми, как бы так, оборотными превращениями, у которой, значит, характеристическая функция, ну, множество какого-то а из минимума полипедия есть, ну, то же самое, что минус, там надо взять... Т, да, модуль а, ну, по множеству, подормирующим множеством, где-то мера множества а. Теперь дальше, значит, мы имеем, вот здесь вот S, имеем здесь T. Давайте я... Да, что еще? Характеристическая функция этой... Да. Характеристическая функция падения какая? Не-не-не-не, вот там. То, что написано, характеристическая функция. Нет. Верно. Альпа? Альпа, да. Альпа устойчивая. Ну, и здесь у нас... Ну, во-первых, конечно, можно рассматривать здесь холостомский точечный процесс на все мы, и вообще стационарность, там, бакеарин, охрана, если есть определенное бесконечное, то минус бесконечности там продолжается. Вот, поэтому давайте вот так вот картинку нарисуем, вот так. Значит, как это мы строим? Значит, вот, надо взять... Пусть прям до одной неделицы... Д это другой, так. Д это, который плюс не функции. Д это, вторая, 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 вторая. Все разглядит. То есть там это... Не-не-не. А вот здесь это... Ну, он пишет другую букву, чтобы на руке... Да. Изрубнил бы было. Рули отпустили с нами. Да, у меня здесь все нормально написано. Просто только в виде... Хорошо. Да. Открываем экспоненты, да? Да. Значит, это экспоненты. Что мы делаем? Мы берем... Вот такое ядро, индикаторного типа. Ограничиваем здесь точкой Т, здесь в этой поиске, здесь в этой поиске, здесь в графиком экспонент. А это нулевая линия, как в этой поиске? Ну это нулевая линия, но давайте я здесь в этой поиске, в этой поиске... Здесь в графике, здесь в этой поиске, в этой поиске, треугольник, то есть такая характеристическая функция. Ну, я дальше начинаю вот это ядро двигать. Вот какая-то точка Т. По Т двигаем. И вот у такого объекта у него будет ровно такая же характеристическая функция парных распределений, как и здесь. Да, да. То есть вот просто предъявляет заданный предельный объект. Теперь, значит, почему этот предельный объект будет марковским? Вообще, я вот просто вспоминая, что в тот раз, так сказать, довольно много вопросов по марку просто задавались. Ну и известно тоже, что вот если во предельной схеме вот это ядро, которое гладит, так сказать, белый шум, оно должно быть экспонентно и создать только тогда процессов миллиметров. Здесь почему именно это экспонентно дает. И тоже, значит, ключевые здесь положения, постулаты, они лежат в следующем. Они лежат, во-первых, в том, что здесь каждый раз при движении следующем, у нас вот мера, ну это ядро, мощь ядра, так сказать, делится на пропорциональные части. И мы переходим в взаимодозначенном соответствии, как у меня для местного родина, когда я посмотрел конечномерное распределение, я там делил на пропорциональные части. Так здесь уже, только здесь, как бы, у меня вот эта вот, сама, мощь ядра, единица вот такого. Вот, это раз, то есть на пропорциональные части. Второй момент, который здесь существенен, это то, что надо рассматривать мосты. То есть что такое? Вот у меня здесь какая-то точка, время, ну не знаю, там было 0, здесь t1, здесь t2. Вот, мы зафиксировали значение здесь, вот это, значит, площадь, это ну x какой-то, то есть здесь у меня на процесс ушел x. Здесь дальше зафиксировали процесс ушел в y. Вот, дальше смотрим на распределение здесь, когда, ну, при фиксированном y должно зависеть от того. Это же у нас тот t, но любой, а где у нас процесс, а где времени? Приксируем время, это t или s? Время t, это как бы траектория мигса, в которой уходит в x, значит, мы фиксируем мост. А вот, если мы не фиксируем x, вот если будем, ну вот, вообще вот здесь вот у меня, как бы, ну, можно процесс y. Сопоставить вот такому, вот такой вот, ну, если я зафиксирую здесь вот это распределение, вот это сообщество ветра, я начну вот так вот двигать, я получу процесс y, который будет независимыми превращениями, потому что вот это независимое, ну и, соответственно, естественно, здесь будет нера, так сказать, как нужно накапливаться. Вот, и дальше, значит, что происходит? Я, да, и здесь используется следующий факт, что если у нас, это называется, это следствие формулы Жакода-Протера, я знаю, что это будет как бы точно, в случае, когда альфа больше единицы. Что такое, какая форма Жакода-Протера здесь имеется в виду? Ну, я в частном случае просто напишу, что это, значит, это, ну, в общем, там формула Жакода-Протера здесь плюс интеграл 0t ds значит, это маркингал, кси это, ну, в общем, формула Жакода-Протера, конечно, это низкая формула, для нашей цели это достаточно процесс субевия, он устойчивый, вот такого симметричного, ну, я не знаю, чтобы интегрировано было, вот, ну, и, в общем, смысл отсюда довольно лёгкое заключается в том, что... Хорошо, это конструкция, ну, да, и конструкция процесса, все, вот, надо... Нет, и это я объясняю, что ещё здесь используется для того, чтобы... Используется такой факт, что если у нас есть леви, вот из этой формы вытекаем, леви мост из 0 в 0, то леви мост из 0 в х, он получается по распределению леви мостом, вот 0 я напишу, а t у леви, ну да, вот здесь у меня бонус уже был, плюс х умножек на с, плюс леви на часть по распределению, вот, и тогда, значит, мы вот здесь вот, как бы, что делаем, мы зафиксировали сначала из 0 в х, потом мы в следующем переходу зафиксировали, вот эта часть остаётся, зафиксировали сюда, и нам надо показать, что вот от этого будет зависеть следующее, которое здесь вылежит и здесь вылежит одинаковую пропорцию. Ну вот так как пропорция одинаковая, ну и элементарные элитические учисления показывают, что, как бы, исходный вот этот вот мост из 0 в 0 берётся вот здесь, ну и от х не зависит. То есть, а вот этот марцингатор, где есть вот такие, что это такое большое? Ну это представление, тут... А где здесь химиты, да? Да, тут надо ещё дополнять, так сказать, ну, натуральную фильтрацию значением конечной точки, это процесс от 0 до t заданного. Вот, значит, что будет, когда у нас альфа меньше 1 и как там будет вот такая формула работать, я пока не знаю, но, в общем, это самое главное, что альф больше либо равно 1, ибо почему для меня, с точки зрения прикладных всяких вещей, это важное и главное, да? Потому что, ну, значит, здесь мы можем говорить уже по переходу, а оно будет ровно, по той же, как на клюшных сроссашин. То есть, стягивается экспоненциально к зрению. Это на практике применение, наиболее, так сказать, сильно эксплуатируемых факторов. Ковыряться, это, конечно, хороший процесс. Ну и, да, вот здесь ковыряться и не будет, но здесь будет проекция. Теперь, значит, вот буквально у меня время уже истекло, но буквально одну-две минуты скажу. Очень тоже важная часть, вот она как бы совсем уплыла. Что? Значит, давайте мы посмотрим на ковариацию Аштейна Улинбека. Как на преобразовании Амакласа меры вырождены в точке лямбда? То есть, если дисперсия единичная, то вот эта все единичная мера, она вырождается в точке лямбда. Есть такие минус лямбда. Т, именно что-то для образования Амакласа, вот эта мера. Это сразу говорит о том, что нужно неоднородные коды смеси рассматривать. Да, если мы возьмем ковсоновский процесс с лямбдой большей, то есть там компанду ковсоновской, то у нас стационарность идет к кухне. А вот мы можем лямбда случайно брать. Если мы возьмем случайные лямбды, то в гауссовском случае мы будем получать в пределе стационарные гауссовские процессы, у которых будут ковариации просто преобразования Амакласа меры. Что такое преобразование Амакласа меры? Это теорема Мерштейна 29-го года, это любая функция, которая, так сказать, вполне монотонна. Она будет сконечно раздрифицирована, производная меняется на... Значит, и в этом случае, ну какие примеры преобразования Амакласа меры? Это, ну вот, экспоненты, там, взвешенные суммы экспонент, ну и все вот такие функции, у которых там бесконечности, ну, такой, там, степени гамма, ну, не знаю, такого типа. То есть все, что используется в хвостах деликом процессов, когда рассматривают, которые, в общем-то, тоже вот... О чем я хочу сказать еще, что там деликом процессов, как и здесь, чтобы получить адекватное представление процессов из R в F, вот говоря, необходимо на плоскость выходить. Там это то же самое. Ну, я пока-то познакомился в сущном времени, нету для знакомства, но факт тот, что там вот это вот поведение хвостов, распределение, оно играет существенную роль. А здесь показывается, откуда оно может взяться. Надо просто взять... Ну, на самом деле, если гамма равно 1, мы берем вот этот вот процесс, где лямба будет независим... Ну, здесь процесс и с единицей, и с единичной лямбой, потом берем независимую лямбу, на всего, собственно, экспоненциально распределенную, будет здесь единица, там, гамма распределенная, здесь будет показатель гаммы, такой же, как у гамма распределение. Вот, собственно говоря, откуда что берет степеночку. Конечно, ну, есть дробный процесс... Я просто обзаявил, надо просто сказать это название. Есть дробный процесс аштейна лямбека в смысле преобразования берки, значит, дробного бродовского движения. Вот он, ну, а, так сказать, ковариационная функция, если показатель дробности h меньше половины, да, то есть, ну, в этом шкале от нуля до единицы h большое, там эта ковариационная функция, она вполне монотонна, и, значит, можно представить, как вот такой вот объект, гауссовский объект, вот где гамму будут случайные, просто просуммировать с разными, так сказать, лианами, которые выбраны в соответствии с тем распределением, которое там получалось. Сейчас прям, допустим, случайно... Служивается прям раз и все на случайно. На все время, на все время, на все время не зависит просто.